Отставание Китая в распространении своей мягкой силы, как части публичной внешней в целом политики. Отставание, скажем, от таких внешних игроков нашего региона, для Казахстана, как США, европейские страны, как арабские страны, использующие там религиозный, например, фактор. И отставание от России, которое, может быть, с точки зрения интереса России не до конца эффективно, но тем не менее пользуется теми рычагами влияния культурного, образовательного, языкового, которые у нее сохранились в силу общей нашей истории. Китай всегда отставал, и одним из препятствий этому является все-таки цивилизационное различие между нашим обществом и китайским обществом. Здесь отмечалось и фактор сложности языка, предположим, закрытость в силу специфики политической системы. Мне доводилось общаться с китайскими экспертами, по этой тематике разговаривать. Я для себя отметил, что у них не сформировалось, не зазрело еще полное такое цельное понимание того, как продвигать этими методами свои интересы. Не сформировалось понимание того, на мой взгляд, что использование мягкой силы, но это и инструменты для экономики в том числе, да? То есть добиться того, не делать все самим, а добиться того, что субъект воздействия, да, казахстанское общество в данном случае, что оно сознательно, причем собственного выбора, занимает те решения и совершает те действия, которые в интересах, в данном случае, Китая. Вот это самое главное, пожалуй, в мягкой силе, да, и они к этому только подходят. Поэтому вот здесь правильно Руслан Изимов отметил, что выборочный характер, значит, это китайская мягкая сила. Но это не значит, что так будет всегда. Я думаю, что они будут вынуждены просто продвигать свои экономические интересы, они глобальны, серьезны, они будут вынуждены все больше и больше подключать и неэкономические инструменты воздействия. Сейчас, к примеру, в Туркмении китайские компании столкнулись с тем, что китайская сторона в целом столкнулась с тем, что, например, есть угроза безопасности для месторождений, для трубопроводов газовых, в которых Китай очень заинтересован. И здесь вдруг обнаружится, что у Китая практически отсутствуют инструменты внеэкономического влияния. И они нужны, оказывается. Похожее происходит, скажем, в Афганистане, где тоже целый ряд китайских проектов из-за этого тормозится. Наверное, есть примеры и в Казахстане, и в Киргизии. Поэтому активизация Китая в этой сфере, я думаю, это вопрос ближайшего нашего будущего.